Здравствуйте, уважаемые коллеги! Удивительный феномен наличия гибридных клеток с лейкоцитарными и эпителиальными маркерами был описан некоторыми группами ученых, однако до настоящего времени большинство исследователей не придавало им большого значения. Когда в 2016 году при работе с суспензией опухолевых клеток мы обнаружили такие клетки, первая мысль была о лужно-позитивном окрашивании гибридных клеток или неспецифическом захвате антител. Однако при дальнейшем изучении вопроса, как в самостоятельных экспериментах, так и анализируя данные других исследователей, нам стало ясно, что эти клетки все же существуют. Характер взаимодействия опухолевых клеток с их микроокружением определяет дальнейшую клональную эволюцию первичной опухоли, развитие лекарственной устойчивости и прогрессию, включая развитие отдаленных метастазов. Опухолевое микроокружение представлено клеточным компонентом и главным образом макрофагами, страбальными фибробластами, эндотелиальными клетками, лимфоцитами и неклеточным компонентом межклеточным матриксом. Межклеточная коммуникация между опухолью и ее стромой осуществляется главным образом с помощью сложных сетицитокинов, педиаторов воспаления и ферментов ремоделирования матрикса. Строма опухоли – это очаг хронического воспаления, где имеют место иммуновоспалительные реакции, характерные для репаративной регенерации. Эти иммуновоспалительные реакции являются одним из позитивных примеров для межклеточного слияния, то есть гибридизации. Гибридизация является частью нормального развития клетки тканевого гомеостаза и играет важную роль во многих физиологических процессах, включая размножение, заживление рам и регенерацию тканей. Биологический феномен гибридизации при опухолевых процессах по-прежнему является причиной для дискуссии в порах. В отличие от типичных опухолевых клеток, которые характеризуются экспрессией эпителиальных маркеров и отсутствием экспрессии лейкоцитарного маркера CD45, гибридные клетки, наряду с экспрессией эпителиальных маркеров, имеют экспрессию разных лейкоцитарных маркеров, включая CD45, CD68, CD163, CD11B, CD14. Кроме того, эти клетки, как и типичные опухолевые клетки, могут экспрессировать маркеры стволовости эпителиального и мазохимального перехода, а значит, обладать свойствами, которые позволяют предполагать, что они принимают участие в процессах лейкостазирования. В 2014 году Люсберг с авторами описали клетки, которые экспрессировали одновременно лейкоцитарный и эпителиальный маркеры. Более того, в этом же исследовании было продемонстрировано, что более 90% экспрессирующих CD45 и CD17 клеток экспрессировали также маркер макрофагов CD68. Кроме того, авторы показали, что гибридные клетки в небольшом количестве встречались у здоровых доноров, следовательно, они не тянутся опухолевыми. Другие исследователи обнаружили клетки с экспрессией CD45 и ЭПКАМ в астетической жидкости пациентов с низкодифференцированным серозным раком неличников. Интенсивность флюоресценции антигенов CD45 и ЭПКАМ у таких клеток была слабее, чем у обычных CD45-позитивных лейкоцитов и ЭПКАМ-позитивных опухолевых клеток. В 2020 году был опубликован обзор, посвященный проблеме гибридных клеток при раке. Авторы рассматривают эти клетки в качестве ключевого компонента метастазирования и потенциальной диагностической терапевтической лишения рака. На данном слайде представлены наши результаты исследований материала, полученного от 128 больных инвазивной карциновой неспецифического типа молочной железы. Генотипическая оценка гибридных клеток крови проводилась методом проточной цифрометрии. Визуализацию гибридных клеток в обухоле проводили с помощью конфокальной микроскопии. Клетки с экспрессией CD45 и ЭПКАМ без экспрессии цитокератина 7-го встречались чаще всего и в большем количестве как среди циркулирующих гибридных клеток, так и первичной опухоли. На данном слайде продемонстрированы наши результаты многоцветного и моноклеоресцентного окрашивания, оцененные методом конфокальной микроскопии. Здесь представлены типичные опухолевые клетки и лейкоциты, а также клетки с гибридным эпителиальным и лейкоцитарным иммунофенотипом. На данном слайде продемонстрированы результаты оценки иммунофенотипа циркулирующих гибридных клеток у больных раком молочной железы методом проточной цитометрии. Отвидные гибридные клетки экспрессируют не только лейкоцитарные и эпителиальные маркеры, но и маркеры стволовости, эпителиального и лейкоцитарного перехода, химокиновые рецепторы, характеризующие миграционный потенциал этих клеток. Экспрессионный профиль у гибридных клеток CD45 эпкомпозитивных периферической крови и опухоли оценивали с помощью методом НЖС-сиклинирования. В гибридных клетках крови при сравнении с лейкоцитами было найдено 229 гибер и 209 гипоэкспрессирующихся транскриптов. В этих клетках была обнаружена экспрессия гемов маркеров стволовости CD44 и LBG, но не CD133, а также маркеров макрофадов CD11 и CD163. Среди биологических процессов в гибридных клетках были выражены работы столу подобных рецепторов, геопоптоза, стол подобные рецепторы ассоциированы с метастазированием опухолевых клеток. Среди сигнальных путей в гибридных клетках были выражены НРКПБ и макромаловый сигналинг. НРКПБ сигналинг ассоциирован с воспалением и эпителиальным из максимального перехода, критически важным для метастазирования злокачественных новообразований. Макрофтеназный сигнальный путь также связан с метастазированием различных опухолей. Происхождение и распространенность этих клеток, одновременно сочетающих характеристики лейкоцитарных и эпителиальных клеток, по-прежнему остаются неизвестными. Однако есть несколько теорий на этот счет. Одна из них — гибридизация клеток микроокружения и опухолевых клеток первичной опухоли. Концепция межклеточного слияния впервые была озвучена в начале 1900-х годов. В конце процесса слияния происходит объединение плазматических мембран двух или более клеток с образованием одного гибрида. Такая гибридная клетка обладает свойствами всех родительских клеток. В ней запускаются механизмы клеточного репрограммирования, которые ведут к приобретению ею новых свойств, благоприятствующих опухолевой прогрессии. При изучении экспрессионных особенностей клеток с гибридным пенотепом установлено, что в этих клетках активированы пути, связанные с рецепторами к эстрогену первого и второго типов и GFR-сигналингу, характерных для эпидеальных опухолевых клеток. Также для них были характерны экспрессионные признаки моноцитов, макрофагов и других клейкоцитарных клеток. Полученные нами данные свидетельствуют в пользу теории гибридизации гликоцитов в микроокружении и опухолевых клеток. Активированные лейкоциты, в том числе эфакуцифирующие опухолевые клетки, также могут иметь гибридный фенотип. Адамс с авторами обнаружили в периферической крови пациентов с опухолево-молочной предстательной поджелудочной желез гигантские макрофагоподобные клетки, экспрессирующие CD-ЧПО-10, CD-11, CD-45, ЭПАМ, ЦИП-тератин, Восьмой, Восемнадцатый, Дим и Девятнадцатый, имеющие внутри буколи и фабрицитированный материал. У здоровых людей такие клетки не обнаружены. Занк с авторами продемонстрировали, что макрофаги будут приобретать эпителиальные маркеры, а также маркеры скволовости посредством фотоцитоза обоплотительских опухолевых клеток. Гибридные фенотипы также могут иметь клетки-предшественники костно-мозгового происхождения. Несколькими исследователями показано, что клетки-предшественники костно-мозгового происхождения могут экспрессировать одновременно и CD-45, и ЭПАМ. В 2020 году была опубликована статья, в которой авторы описывают CD-45 и ЭПАМ позитивные костно-мозговые и химические неопухолевые гемопоэтические стволовые клетки. Другими исследователями было установлено, что клетки-опухоли молочной железы способны спонтанно сливаться с мезонхимальными стволовыми клетками с формированием гибридов с более агрессивным фенотипом и усиленной способностью к инвазии и миграции. Кроме того, было показано, что гибридные клетки могут экспрессировать проангиогенные маркеры Т2 и CD-146, что может свидетельствовать об их роли в формировании новых сосудов в метастатическом очаге. Полученные нами данные об экспрессионных особенностях клеток с гибридным фенотипом подтверждают, что часть общего пола этих клеток является клетками-предшественниками. Они имели экспрессионные признаки CD-34 гемопоэтических стволовых клеток, а также VGFR-сигналинга, характерного для прогенитерных зрелых эндотелиальных клеток. Еще одним из возможных механизмов появления клеток с гибридным фенотипом является тропоцитоз. Суть феномена заключается в захвате лимфоцитов фрагмента плазматической мембраны антиген, представляющий клетки и экспрессии его на своей поверхности. Не исключено, что и опухолевые клетки в результате тропоцитоза могут приобретать гибридный фенотип. Например, на слайде показано, что феномен тропоцитоза описан феномен тропоцитоза для HER2-нео. При применении тропоцитоза переносился с опухолевых клеток на моноциты и НК клетки. При сравнении уровня экспрессии HER2-нео в опухоли инфильтрирующих иммунных клетках до и после лечения тропоцитоза было отмечено значительное увеличение экспрессии HER2-нео на этих клетках после назначенной терапии. В зависимости от своей природы гибридные клетки потенциально могут являться семенами, если они в результате слияния опухолевые клетки с клетками микроокружения в первую очередь макрофагами либо участвовать в формировании приметостатической ниши если это клетки предшественники например гемопоэтические стволовые клетки или активированные моноциты макрофаги с экспрессией эпителиальных маркеров. Приобретение метастатического потенциала происходит когда нормальный лейкоцит обладающий подвижностью но с ограниченной продолжительностью жизни сливается с первичной но с возможностью практически бесконтрольного деления образующийся гибрид приобретает способность лейкоцитов к миграции по всему макроорганизму и сохраняет способность к бесконтрольному делению первичной опухолевой клетки клетка становится метастатической приобретая способность к миграции с экстравазацией дальнейшему попаданию в лимфатические сосуды и отдаленные органы нами было установлено что при лимфогенном метастазировании у пациентов было достоверно количество CD45 ЭПКам позитивных клеток без экспрессии либо с экспрессией цитокератина 7 при построении модели логистической регрессии было показано что высокий риск развития синхронных лимфогенных метастазов связан с высоким количеством CD45 ЭПКам позитивных цитокератин 7 негативных клеток как в крови так и в периферической в первичной опухоли связь гибридных клеток с отдаленным метастазированием на данном этапе исследования не представлена ввиду малого срока наблюдения таким образом популяция клеток с гибридным фенотипом весьма гетерогена часть общего полугибридных клеток представлена гибридами опухолевых клеток и макрофазов опухолевого микроокружения часть клеток вероятно является предшественниками костно-мозгового происхождения или гибридами с ними экспрессирующими эпидемиальные маркеры вероятно метастатический потенциал гибридных циркулирующих клеток не предопределяется генетическими нарушениями а связан с экспрессией определенных генов кодирующих хорошо известные регуляторы метастазирования такие как толпоподобные рецепторы NFK-PB и MAP киназные сигнальные пути хочу поблагодарить своих коллег которые внесли неоценимый вклад в данное исследование исследование выполнено при финансовой поддержке российского научного фонда благодарю за внимание института